Это уже второе наше видео о Мальбреке, крупнейшем в мире замке из кирпича. В первом видео мы рассказывали о том, как познакомились с Нижним замком. Ну а сейчас перед нами Средний замок. И большую часть нашего видео мы посвятим осмотру его внутренних покоев. Перед нами здесь находится Средний замок. Левое крыло замка – это комнаты покоя для гостей, которые мы сегодня назвали бы с вами отелем. Причём, видите, это очень большое помещение. С правой стороны так называемая трапезная. То есть здесь проходили приёмы, пиры. А вот там небольшая такая постройка – это колодец. А вот сейчас я вам показываю баню, где люди принимали водные очистительные процедуры. Мальбрек был не только мощной цитаделью, но и крупнейшим духовно-культурным центром Тевтонского ордена. Сюда стекалось огромное количество рыцарей и их прислуги. Поэтому замок располагал большими покоями для гостей. Аудиогид рекомендует нам начать осмотр внутренних покоев замка именно здесь. Вероятнее всего, это жилое помещение для одного из пациентов госпиталя с высоким статусом. И вот здесь я вам сейчас покажу средневековый туалет. Что вообще-то говорит о том, что в замках тамплиеров гигиена была на очень высоком уровне. Помещение само по себе очень небольшое, но всё здесь, как видите, предусмотрено. Поехали на второй этаж. Следуем дальше за аудиогидом. И вот под такой узенькой лестницей спускаемся вниз. Это кухня. Посмотрите, какое огромное помещение. И вот там, где стоит мой сын, это самый центр очага. Здесь когда-то находился очаг, где готовили пищу. Вот мы заходим тоже внутрь. И я вам пытаюсь показать вверх. Вот, значит, что ещё здесь интересно. Вот этот круглый камень, это связь с подземельем, где хранились продукты. И откуда они доставлялись сюда на кухню. Вот, значит, в помещении кухни находится колодец. Один из девятнадцати на территории замка, вернее, внутри самого замка. Вот этот колодец. Вода для кухни необходима. А вот это кухонная раковина. Сейчас мы с вами зайдём в помещение, непосредственно с кухней соединённая. Здесь жил повар. Вот это тоже у него собственный ещё был очаг. Ну, это уже скорее для обогрева, ну и для приготовления, может быть, там себе чая. И о том, что был у повара очень высокий статус, свидетельствует и достаточно хорошо украшенное помещение. И собственный персональный туалет. Ещё один туалет, который в этом замке демонстрируется. И вот здесь вот даже на стенах росписи, даже на потолке была роспись. Сейчас мы с вами встанем около этой старой печи, где сидел во время приёмов глава ордена магистр. И посмотрим на дверь, куда входили его гости. И обратим внимание на пол. И вот здесь вы видите такие отдушины. Это отопление прошлых веков. Значит, под залом находится подпольная печь, которая топится, и по трубам сюда поднималось тепло в зал. Это как раз немецкая система отопления, которая так и называется. Тепло снизу идёт. Локум секретом туалет великого магистра. Даже с крышечкой. Мы сейчас уже зашли в ту часть замка, которая являлась личным покоями великого магистра Тевтонского ордена. И стоим мы в его гардеробной. Вот в этих нишах он хранил своё одеяние. Ну, идём дальше. Днежные покои великого магистра. Потолок и стены. Очень красиво расписано. Пол. Личная часовня великого магистра. Личная часовня великого магистра. Это спальня великого магистра. Вот. Она очень небольшая по размеру. С красивым таким расписанным потоком. Одним окошком. Вот. И, в общем-то, очень узкая. Тут, по сути, наверное, кровать. И опять мы видим отопление. Через этот коридор мы проходим в представительскую часть дворца. Вот по этому полу ходил великий магистр Тевтонского ордена. Лавочки, каменные, колодец и чаша с водой. И сейчас мы с вами проходим в зал приёмов. Трапезная или летняя столовая. Здесь принимали гости в летние месяцы, поэтому здесь не предусмотрен обогрев. А вот тут я сейчас вам покажу специальная полка, которая откладывалась, и на неё выставлялись блюда, которые подавались к столу. Это зимняя трапезная. Она гораздо меньше и ниже потолки, потому что здесь нужно было отапливать, и, естественно, всё это учитывалось. А также, смотрите, здесь окна расположены только с одной стороны, и они не такие большие. И там опять мы видим за гобелином окном, через которое подавались блюда на столы. То есть прислуга сюда не могла заходить. На этом мы заканчиваем осмотр Среднего замка в Мальборге. Впереди у нас самое его сердце, самая старая часть, высокий замок. Но это будет уже в следующем видео. Так что следите за нашими выпусками. Продолжение следует...